Голосования соберутся на митинг в Чикаго. Победитель получает все. Этот принцип заложен в основу американской системы избрания президента, сформулированной 200 лет назад от сами основателями Соединенных Штатов. Особенность системы — многоступенчатость голосования. Раз в четыре года, в ноябрьский вторник, американцы отправляются к избирательным урнам. Там, отдавая голос за того или иного кандидата в президенты, они на самом деле голосуют за выборщиков, выдвиженцев от партий в каждом штате, которые в конечном итоге формально определяют главу государства. Всего в коллегии выборщиков США 538 человек. Чтобы стать президентом, нужно заручиться поддержкой 270. Как формируется коллегия выборщиков? Каждый из 50 штатов пропорционально количеству избирателей выдвигает выборщиков. Их число варьируется от 3 до 55. Итак, голосование состоялось, и кандидат, набравший большинство голосов избирателей в штате, получает все голоса выборщиков этого штата за исключением Мэна и Небраски. Там голоса выборщиков распределяются пропорционально поданным голосам избирателей. Следующий этап – подсчет голосов выборщиков на заседании Конгресса 6 января. Новый президент и вице-президент Соединенных Штатов вступают в должность 20 января. Штат Огайо направляет в коллегию для избрания президентов 20 представителей. Ни разу республиканец не становился президентом без поддержки Огайо. В 2000-м и 2004-м годах Огайо поддержал Джорджа Буша. Маккейн надеется, что он тоже победит в этом штате. Но финансовый кризис повлек за собой трудности для американцев, живущих в ржавом поясе, депрессивном индустриальном регионе. В одном из графств штата, Сандаски, безработица самая высокая за последние 16 лет. Никакой работы нет. Чтобы поддержать свое существование, людям приходится продавать дома. Уровень безработицы в штате Огайо выше среднеамериканского – 7,2%. Люди меняют свои традиционные предпочтения и поворачиваются к демократам. Шерон Дэниелс считает. Только посмотрите, что случилось за эти 8 лет с Бушем. Я не думаю, что мы сможем вывернуться из этих трудностей. Дальше будет хуже и хуже. Конечно, и с Обамой может стать хуже. Но думаю, этого не будет. Я хочу перемен. К северу от Огайо лежит другой штат ржавого пояса – Мичиган, с автомобильной столицей США – Дейтроитом. Тут зарегистрирован самый высокий уровень незанятости в США. Рабочие места сокращаются не только в автомобилестроении, но и в других секторах экономики. Автомеханик Дэн Бернс из Дейтроита считает себя счастливчиком. Мне еще повезло, что у меня есть хоть какая-то работа, хоть какая. Мой брат – плотник и строитель, уже давно сидит без дела. Мой лучший друг детства – сантехник. За этот год он, может быть, проработал только три недели. Это город Бейкерсфилд в Калифорнии, в другом ключевом штате Америки. Калифорния особенно сильно пострадала от ипотечного кризиса. В этом городе потерять дом из-за невыплаты ипотеки особенно высока. Многие могут рассказать такую историю. Выплаты по ипотеке выросли с 10 до 17 процентов после того, как мы перезаложили дом. И когда мы пытались консолидировать наш первый и второй залог в один, мы потеряли дом совсем. Работники этой неправительственной организации бесплатно измеряют давление желающим на одной из дорог штата Нью-Мехико. Не обеспеченные американцы, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, не могут позволить себе сделать это за деньги. Но теперь медобслуживание стало малодоступным и для среднего класса. Стоимость страховки для частного лица просто чудовищна. Нам негде достать такие деньги. Это еще одно последствие кризиса. Каждый шестой американец больше не может оплачивать счета за свое лечение. Ультраправые националисты пытались провести в Москве в день народного единства так называемый русский марш, который ранее был запрещен столичными властями. Мэрия дала разрешение только на митинг Народного Союза Сергея Бабурина. Ожидалось, что там соберутся около пяти тысяч человек, но по данным СМИ, в том числе и западных, туда пришло около тысячи человек. Более двухсот участников несанкционированных шествий были арестованы московской милицией. Представитель столичного управления внутренних дел Виктор Бирюков отметил, что молодые люди были задержаны не только в центральной части города, но и в других округах. Виктор Бирюков подчеркнул, что при задержании участников несостоявшегося марша милиция работала корректно. Задержанные не оказывали сопротивления и не проявляли агрессивности. Исторические соглашения подписали Китай и Тайвань. Они предусматривают увеличение в три раза еженедельных прямых пассажирских авиарейсов и прямые морские грузоперевозки между портами двух государств. Кроме того, более эффективными должны стать почтовая связь и координация мер по безопасности продуктов питания. Щекотливые политические вопросы, такие как статус острова, в ходе нынешних переговоров затрагиваться не будут. Напомним, Китай настаивает на своем суверенитете над Тайванем, хотя на острове с 1949 года существует свое, независимое от Пекина правительство. В преддверии визита китайской делегации в Тайбэе прошли демонстрации протеста. Для охраны китайской делегации в Тайбэе мобилизованы более 7 тысяч полицейских. Анализ ДНК фрагментов костей, обнаруженных на месте крушения самолета-авиатора-рекордсмена Стива Фоссета в горном районе в Калифорнии подтвердили факт его гибели. Фоссет пропал без вести 3 сентября 2007 года, вылетев на одномоторном самолете Биланка с частного аэродрома на ранчо в штате Невада. На прошлой неделе поисковая бригада, примерно в километре от места крушения самолета известного миллионера-путешественника в горах Сьерра-Невада, нашла его водительские права и кредитные карточки. Рынки акций Европы пошли на повышение. К середине сессии индикатора ведущих европейских торговых площадок прибавили от 2,5 до 3,5%. Отличные квартальные результаты таких компаний, как Маркс и Спенсер, умерили страхи инвесторов по поводу прихода мировой рецессии. Также в центре внимания игроков остаются выборы президента США. На другой чаше весов новость о промышленном спаде в США, из-за которой цены на Невцбрандт в Лондоне опустились ниже 60 долларов за баррель. На азиатских площадках торги вторника закрылись на подъеме. Выросли акции финансовых компаний после снижения базовой ставки по кредитам Центробанком Австралии. Экофин за реформы министра финансов стран Евросоюза на совещении в Брюсселе поддержали предложенную Францией программу реформирования мировой финансовой системы. Теперь этот план обсудят на внеочередной встречи лидеров стран ЕС 7 ноября, а неделей позже — на мировом антикризисном саммите в США. Одновременно министры обсуждают, как бороться с кризисом в самой Европе. В третьем квартале экономика 15 стран зоны евро вошла в фазу рецессии. Накануне это признала Еврокомиссия. Если в прошлом году рост экономики региона составил почти 3%, то в этом, по оценкам, Брюсселя не превысит 1,2%. В следующем же прирост ВВП будет виртуальным, то есть почти нулевым. При этом глава Совета министра финансов зоны евро Жан-Клод Юнкер дал понять, что руководство Евросоюза в нынешней ситуации готово на смягчение условий пакта стабильности, который регулирует бюджетную политику государств зоны евро. Для решения проблемы дефицита ликвидности власти стран зоны евро закачали в финансовую систему 3,7 трлн миллиардов евро. Теперь им будет трудно удержать дефицит бюджета на уровне 3% ВВП, как того требует пакт. Власти ЕС до последнего времени выступали за жесткую бюджетную дисциплину, но кризис берет свое. Независимые эксперты считают экономический прогноз Брюсселя на будущий год даже чересчур оптимистичным. Европейджис поисковая система B2B на 26 языках. Продолжение следует... Временные работники не должны ущемляться в своих правах. После шести лет законодательных баталий Евросоюзу удалось юридически уравнять временных и постоянных сотрудников одного предприятия. Директива была одобрена Европарламентом 22 октября. В ее основу лег принцип «временный работник получает те же права и бонусы, что и постоянный сотрудник той же компании». Десять стран-членов Евросоюза уже интегрировали новые нормы в свое национальное законодательство. У остальных есть еще три года, чтобы сделать это. Разрабатывая законопроект, Брюссель намеревался одним выстрелом убить двух зайцев, ввести общеевропейские нормы для найма временных сотрудников и прояснить правила игры для агентств по трудоустройству, которые предлагают соискателям временные контракты. Французский депутат Европарламента Арлем Дезир считает новую директиву прорывом в социальной политике ЕС. Сейчас временная занятость распространяется все больше и больше. Нельзя, чтобы люди страдали из-за отсутствия единых нормативов в этой сфере. Экономическое право в Европе очень непростое и для компаний, и для рядовых граждан, то есть работников. Принцип равенства между временным и постоянным работникам касается оплаты труда, продолжительности рабочего дня, перерыва на обед, отпуска, в том числе и отпуска декретного. Причем равные права начинаются с первого же дня работы. Везде, кроме Великобритании. Там правила рынка труда требуют. Чтобы получить преференции, как у постоянных работников, временному нужно отработать в одной компании не менее 12 недель подряд. Директив Еврокомиссии эту норму сохраняет, но только как исключение. При этом ЕС ставит обязательные условия. Работник и работодатель должны заблаговременно договориться о таком положении дел. Наконец, временным работникам, а их в странах Евросоюза сейчас насчитывается около 3 миллионов, станет легче повышать квалификацию. Кроме того, они получат доступ к таким социальным бонусам предприятия, как дотационная столовая, детский сад или транспорт. А вот вопросов охраны труда директивы не касается. Более подробную информацию вы можете получить по телефону или из веб-сайта службы Европы на проводе. А вот и ещё одно чудодейственное средство борьбы с болезнями, в частности с раком – фиолетовые помидоры. В природе их не существует. Это генетически модифицированный сорт. Созданный специально, так как в кожице содержится невероятное количество ликопена, – вещества, считающегося едва ли не самым мощным антиоксидантом. Старение клеток, которые вызываются, в частности, оксидантами, приводит к возникновению тяжёлых заболеваний. К ним учёные относят рак. Если совсем грубо, то оксиданты заставляют клеточную митохондрию ржаветь. Деление замедляется или вовсе прекращается. Если начать есть фиолетовые помидоры, дело можно как-то поправить. Мы проводили наблюдения, в результате которых выяснилось, что мыши, которые ели такие помидоры, в результате жили примерно на треть. Больше, чем мыши из контрольной группы. Так что результаты для нас очевидны. И мы ими удовлетворены. Кроме онкологических заболеваний, ликопен может помочь там, где присутствуют такие недуги, как ишемия или болезнь Альцгеймера. Но не для всех выводы учёных выглядят бесспорно. Значит так, нас беспокоят вопросы экологии, безопасности сельскохозяйственных продуктов. В целом вся система земледелия, которая сложилась на настоящий момент, есть полно продуктов, которые содержат антиоксиданты натуральные, причём в больших количествах. Это свёкла, виноград, ягоды. И как только вы их включаете в свой рацион, результат не заставляет себя ждать. Однако своего последнего слова сторонники фиолетовых помидоров ещё не сказали. Они предполагают включить их в питание нескольких десятков добровольцев. О результатах обещают сообщить позже. Путешествие по вселенной... За сменой времён года в этом уголке Швеции уследить трудно. Погода одна, прохладная. Как только знаменитые леса меняют окраску с багряной на серо-неуютную, становится ясно, что пришла зима. Именно здесь, в местечке С-Ранг, проводятся соревнования по воздухоплаванию среди студентов европейских вузов. И вот смешанная команда из Польши и Румынии представила модель планера. Это, по сути, аппарат, чтобы парить в воздушных потоках. Тут есть и кабина, но у него отсутствуют крылья. Вот этот киль, проходящий по вертикали, сообщает устойчивость при снижении и помогает держать продольную устойчивость. Идея состоит в том, чтобы привлечь студентов в космическую отрасль, заинтересовать их естественными науками и придать импульс развитию аэрокосмической индустрии в Европе. Все заинтересованы изучают облака. Чтобы старты были бы успешными, требуется малооблачная и безветренная погода. На стартовой и самоответственной стадии студентам пока отводятся роль наблюдателей. У штурвала профессионалы, которые отправляют в полёт на высоту 29 тысяч метров воздушный шар, наполненный гелием. Эта операция требует большой предварительной подготовки и безупречной организации. В немецкой команде только девушки. Их интересует, как ведут себя воздушные потоки на большой высоте, в частности, как турбулентность вносит свои коррективы в течение полёта. Вот сюда мы и поместим наши маленькие датчики. Один из них я захватила с собой. Он очень маленький, чувствительный и страшно хрупкий, но он нам поможет вычислить даже мельчайшие изменения в направлении ветра. Речь идёт о точности, измеряемой по-космически. Он настолько хрупкий, что если его просто положить на стол, он может сломаться. Правда. Проект, в котором участвует, в частности, Анна Тиуркаф, называется «Бексус». Проекты команд поддерживают шведское, немецкое, а также европейское космические агентства. «Бексус» представляет великолепные возможности студентам. За короткий промежуток времени им нужно придумать аппарат, рассчитать его параметры, построить модель, опробовать её, а затем выполнить придуманное уже в натуральную величину, а затем наблюдать за тем, как шар поднимается в воздух. Ну а затем после приземления проанализировать полученный результат. Задача для настоящего инженера. Студентам приходится самостоятельно выполнять не только прикладные, но и вести необходимые фундаментальные исследования. Задача, требующая в высшей степени серьёзного к себе отношения. Итальянские же студиозусы предложили инерциальную навигационную систему. «Мы используем акселерометры и гироскопы, которые регистрируют направление движения и скорость воздушного шара». Программа построена так, что в ней специально сделан акцент на те дисциплины, где недостаток квалифицированных специалистов ощущается наиболее остро. «Мы сотрудничаем с отделами кадров, и менеджеры по работе с персоналом говорят, в этом году мы не можем найти инженеров, специализирующихся в навигации. А мы включаем пункт, где требуется именно эта квалификация. И таким образом у студентов появляется возможность по окончании вуза послать им своё резюме». Совсем раннее утро, 5 часов.